я всех приветствую на своем канале купил себе новую болгарку отработала всего ничего и тут на те что-то раз и заклинило думаю что такое ну вот оказалось шестерня раскололась разобрал и оказалось что из завода не не затянули нормально гайку при этом она открутилась и шестерня каким-то образом на шестерю попала или каким-то точно не скажу образом вот раскололась пришлось ехать покупать новую я в принципе вот эту часть разобрал посмотрел увидел на шестерню и сразу поехал покупать вот продаются они только в паре уже принципе я их обе заменил это еще принципе в хорошем состоянии было единственное вот там где откололась то немножко защербило так принципе это тоже очень хорошая шестерня но поскольку купил пару поэтому поменял уже пару когда снимал подшипник съемника не было как раз вот второй раз поехал что интересно вот когда вот этот вот подшипник разлетелся то он немного повредила защиту подшипника сбоку я этого изначально не видел не знал и когда поменял уже смотрю что подшипник уже принципе тоже нужно менять ну я болгарку из старым подшипником собрал и она немножко думаю еще поработает пока я куплю новый ну это и в данный момент вот купил уже новый подшипник буду его данный момент ставить и купил самый дешевый съемник поскольку вручную снимать не очень удобно было и можно было и повредить и подшипник при этом поэтому решил уже не испытывать судьбу и купить хоть какой-нибудь сейчас буду пробовать вот и что еще случилось вот я уже поставил новую шестерню как мы видим подшипник то что повредилась он совсем защита спала но она принципе здесь недолго поработала после того как я ее собрал заново но защита еще была на месте до этого что еще случилось вот когда открутила вот эту вот гайку вот эта шестерня болталась до порода времени пока не слезала на якоре или на роторе вот там у грани слезала и все и думаю что делать купил две шестерни подшипник еще вот этот вот якорь покупать новые можно сказать якорь и я извиняюсь за эти деньги можно купить новую болгарку потому что якорь здесь принципе самый дорогой не что я придумал взял сварочный аппарат и начал тыкать сварочным аппаратом поставил три точки обварил потом наждаком счесал все ненужное примерил посмотрел что еще не подходит потом взял еще и вот в данный момент принципе вот эти шлицы что были слизаны стали нормально сейчас я вот это откручу сниму и покажу вам что я там наварил каким образом это данный момент выглядит но видео думаю снимут второй раз когда разбираю и покажу что принципе чтобы якорь новые не покупать из-за такой мелочи принципе ничего сложного наварить туда насрать как бы говорят а потом немножечко подпилил и будет все нормально и при этом сэкономил сколько на якоре ну что буду в данный момент снимать ну что вот самый дешевый съемник для подшипников и в принципе вылазит очень легко без всяких вопросов раз и буквально все снялось а без этого съемника конечно мне пришлось здесь пограться вот взял съемник для шаровых опор для автомобиля так вот туда его за пожевал здесь немножечко выпуклость вот эту вот крыльчатку гнет и еле-еле выдавил табах пошла за этот подшипник а сейчас без вопросов поставил две секунды и и снял вот новая шестерня старый подшипник вот как он был поврежден когда разорвало шестерню хорошо что я заметил и купил новый и вот смотрите вот что как я понаваривал здесь конечно понастирал потому что не хотел его перегреть потому что если перегреют здесь вот керамика или что это или пластик и это пластик он еще нагреется и поведет его поплавится поэтому вот так а так вот эти вот грани были полностью слизаны аж в край здесь было просто кругло все еще и вот так вот понаваривал в принципе вопроса никаких нету наждаком чесанул потом наждачной бумагой и все вот как мы видим еще родные щетки так что болгарка практически не проработала спасибо заводу который не закрутил вот эту вот гаечку вот здесь она была полностью откручена и 6 у меня туда-сюда болталась так что когда покупаем болгарку нужно сразу брать и смотреть чтобы все было закручено плотно иначе вот будет такая штука нехорошая ну что сейчас буду ставить новый подшипник вот он и поглядим как она будет работать в принципе она уже работала со старым подшипником но я побоялся что вот это вот без защиты и специально еще вот эту защиту поставил уже наружу чтобы она не вылетела внутрь и ничего метан не надела ну немножко еще порезал пока купил новый и теперь уже поставлю новый ну что снял старый подшипник и примерил его к новому и оказалось что я облажался я померял по заднему подшипнику потому что думал что они оба одинаковых оказалось что все таки не здесь 629 здесь 6001 так что придется в данный момент еще ехать покупать еще один ничего не расстраиваемся если что заменим еще и задний подшипник если накроете спион еще здесь ну тоже уже люфт начинает появляться поэтому я особо не расстраиваюсь за меню и задний подшипник так что поехал туда покупать новый ну что купил новый подшипник вот только ходил по рынку и постоянно у людей спрашивал у специалистов которые занимаются ремонтом болгарок не знаю насколько они правду говорят что для болгарки лучше чтобы пластиковый вот этот кожух был потому что в него меньше мусора забивается вот этой пыли в железный больше а так принципе раньше им никакой поэтому все таки взял себе пластиковый хотя вот эти вот дешевле говорят что сейчас поставлю и я думаю будет все нормально ну что якорь наш весь в сборе вот таким вот образом туда его помещаем и все принципе шикарно крутит ну что сейчас болгарку соберу и попробуем как она будет работать как хорошо что один умный человек придумал вот таким вот образом ставить щетки не нужно не пол болгарки разбирать удобно ротор ставить на место все поставил собрал поставил щетки и закрутил таким вот образом и все очень удобно ну что будем пробовать как она у нас будет работать ну погнали все шикарно ну теперь посмотрим сколько долго это все проработает что я могу сказать после ремонта болгарка себя уже очень хорошо оправдала уже она отработала намного больше чем до того как поломалась вот как мы видим здесь вот уже начинает провод здесь скоро уже отломается будем под замену атак редуктор я уже смотрел себя чувствует хорошо ошибники тоже хорошо себя чувствуют вот сколько я уже работы на ней выполнил вот рожу вот этот вот полностью она здесь только пеляла и шифер наверху пилила и вот этот вот по кругу шифер и вдоль и в поперек кирпичи красный там и вдоль стены прорез был для арматуры но кому интересно можете зайти на и на канал и посмотреть сколько там было пропилов и облицовочный кирпич пополам разрезал и на перемычку разрезал и помимо даже этого гаража тоже было много вопросов которые я уже не вспомню так что если есть такой вариант отремонтировать ее пару раз тыкнул сварочным аппаратом чесанул и далее она работает и работает ну а кому нравится видео ставим пальчики вверх не забываем подписываться на мой канал всем счастливо